Компания Audi на выставке и конференции Audi Summit в Барселоне представила четвертое поколение флагманской модели Audi A8 2018 года, который в очередной раз попытается сверхнуть с пьедестала его величества Mercedes S-Class. Ради этого был придуман также девиз новой A8 – превосходство высоких технологий, в связи с чем в новой A8 количество электронных помощников перевалило за четыре десятка, что несколько больше, чем у Mercedes S-Class. Впрочем, обо всем по порядку. Итак, машина создана на модифицированной платформе MLB EVO, на которой также построено и новое поколение кроссовера Audi Q7. Длина A8 составляет 5 метров 17 сантиметров, что позволило дизайнерам сделать салон машины таким же просторным и комфортабельным, как у Mercedes S-Class. Внешний дизайн флагманского седана выполнен в новой стилистике, которую впервые представили немцы в концепте пролога. Широкой радиаторной решеткой, отказом от переднего бампера, жесткими линиями, острыми углами и подчеркнутой мускулистость у кузова, что создает образ стильного автомобиля с легким налетом огрызения. Гамма-прилагаемый набор у новой А8 состоит из двух трубодителей, мощностью 286 и 320 лошадиных сил, а также двух бензиновых моторов, мощностью 340 и 460 лошадиных сил. Ну а топовая версия будет оснащена 6-литром турбомотором, о характеристике которого пока ничего неизвестно. Кроме того, флагманская модель будет выпускаться из гибридной силы установки. Среди технических особенностей новой А8 следует отметить инновационную активную подвеску, которая с помощью датчиков и видеокамеры самостоятельно настраивает работу каждого колеса в зависимости от дорожного покрытия. Вместо традиционных стабилизаторов поперечных устойчивостей инженеры Ауди использовали титановый подрамник с четырьмя электромоторами, соединенными с нижними рычагами, которые обеспечивают кузову идеальный горизонтальный уровень, независимо от состояния дорожного полотна и резкой смены траектории движения. Ну и разумеется, флагманская модель Ауди оснащена полным пакетом электронных помощников, которые гарантируют высокий уровень безопасности при движении в режиме автопилота. Электронные помощники способны самостоятельно запустить двигатель, начать движение по заданному маршруту, ускоряться, тормозить, маневрировать, а также самостоятельно припарковать машину без присутствия водителя. Учитывая, что флагманский седан А8 предназначен для перевозки весьма состоятельных пассажиров, инженеры Ауди постарались удивить владельцев полских кошельков не только высоким качеством отделочных материалов, но и высоким уровнем комфорта. К примеру, кроме традиционного набора электронных игрушек, новая А8 оснащена системой, которая умеет массировать ступни ног пассажиры. Базовая версия новая А8 будет стоить в Германии 90 600 евро, а цена топовой версии, похоже, вообще не будет знать потолка. Продажу новое поколение флагманской модели Ауди А8 поступит в конце ноября текущего года. Продолжение следует...